Еще один талантливый русский генерал, известный во времена Советского Союза только как один из лидеров Белого движения, это Николай Николаевич Юденич. Он сыграл поистине колоссальную роль в разгроме вооруженных сил Османской империи. В Первую мировую войну он был единственным полководцем, который не знал поражений и снискал себе славу нового Суворова, не проиграв ни одного крупного сражения. На его счету блистательная победа под Саракамышем, взятие считавшейся неприступной крепостью Эрзерум и портового города Трапезунд. Овладение Эрзерумом открывало русской армией ворота в Анатолию, центральную область Турции. Этот успех современники сравнивали со штурмом Измаила Суворовым в 1790 году. И не случайно уже 4 марта 1916 года было заключено англо-франко-русское соглашение о целях войны Антанты в Малой Азии. Россией все-таки обещали Константинополь, зону Черноморских проливов и северную часть Турецкой Армении, за исключением города Сивас. За взятие Эрзерумской крепости Юденич был награжден орденом Святого Георгия II степени. Генерал вошел в четверку награжденных этой награды, и он стал последним, кто ее получил. Заслуживает внимания и неслыханный подвиг капитана Тараса Вашахидзе, совершенный им в сражении под Саракамышем, в котором он проявил не только отвагу, но и военную хитрость, смекалку. Попав со своей 14-й роты 154-го Дербенского полка в окружение противника, командир не растерялся. Неплохо владея турецким языком, он заявил, что он – парламентер русского главнокомандующего, что турецкие войска окружены, и единственный выход для них – это сдача в плен. Вашахидзе сумел убедить противника, что за ним двигаются три полка русской армии. Посовещавшись со штабными начальниками, командир корпуса Исхан-Паша принял решение о капитуляции. Так, дербенцы одной роты бескровно пленили 2000 солдат, 107 османских офицеров, трое начальников дивидий и самого командира 9-го армейского корпуса Исхан-Пашу. Вместе с ними они захватили 8 орудий, 24 пулемета, 1000 ружей, массу патронов, снарядов. Обезглавленный 9-й армейский корпус перестал существовать полностью. Говорят, что когда об этом факте доложили императору Николаю II, тот час же последовал высочайший указ о награждении Тараса Вашахидзе высшей военной наградой Российской империи, орденом Святого Георгия IV степени. Эта история дошла и до французского президента Раймона Понкаре. Вашахидзе был награжден высшей французской военной медалью, которую могли получить исключительно командующие армиями. В России только один человек, император Николай II, был удостоен этой медалью. Субтитры создавал DimaTorzok